Как известно, трус не играет в хоккей. На лёд выходят только смельчаки. И медики – одни из них. Представители этой профессии ледовых баталий не боятся. Вот уже который год работники, студенты и преподаватели Тихоокеанского государственного медицинского университета скрещивают клюшки на специальном турнире на Кубок Ректора. Во-первых, спорт – вторая профессия врача. Во-вторых, мы как пропагандисты здорового образа жизни, как основы сохранения развития здоровья, безусловно, на всех уровнях, во всех формах поддерживаем как любительский, так и профессиональный спорт. В этом году у нас участвуют четыре команды. Это студенты, это лицеисты, это курсанты военного учебного центра и команда преподавателей. Опыт игры у медицинских работников самый разный. Кто-то активно играет в хоккей в свободное время, а кто-то больше предпочитает другие виды спорта. Уровень подготовки в итоге и повлиял на результаты в матчах. Например, игра между лицеистами и сборной военного учебного центра завершилась с разгромным счетом 10-0. Видимо, не зря факультет довузовской подготовки – ежегодный лидер на Кубке Ректора. Мы ни разу с ними не встречались на льду. Мы просто собрались, решили пару раз тренировок устроить, но не устроили. Большинство предлагал поиграть. Большинство отказалось. Пришлось идти в старшие классы. Там они уже решили поиграть. Но не только молодые силы выходили на лед. Уже несколько лет в этом турнире участвует и команда профессора преподавательского состава. И такие местные ветераны хоккея безо всяких проблем меняют халаты на спортивную форму и борются на равных со своими подопечными. Вот и личфак, например, уверенно обыграли. Да, они студенты, они по идее должны выиграть, конечно. Они поздоровее бегать должны побольше. Хоккеисты с детства просто люблю, играю. Профессионально никогда им не занимался, не занимаюсь. Так для себя играю, все. Привело на соревнования, но Кубок Ректора как пропустить? После отборочных игр в решающей схватке Кубок разыгрывали как раз именно лицеисты и преподаватели. В ходе напряженной борьбы победу в очередной раз вырвала молодежная команда. Поэтому переходящий Кубок Ректора ТГМУ все так же остается в копилке будущих врачей. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на восьмом.